Как вернуться в форму после новогодних праздников без диеты голодовок? За ответом на этот вопрос наша съемочная группа отправилась в один из элитных спортклубов. Профессиональный фитнес-тренер Елена Рубанова поделилась секретами, как буквально за пару дней избавиться от лишних килограммов на талии и бедрах. В первую очередь нужно помнить о том, что мы должны расходовать больше, чем потреблять. То есть, соответственно, если мы знаем, что были праздники и мы позволили больше, чем нужно, то нужно больше активности. То есть это кардионагрузки. Кардионагрузки – это расход калорий, это тренажер, это велотренажер, это эллипсоид, динамические упражнения, это беговая дорожка. Чтобы похудеть, совсем не обязательно бегать десятки километров трусцой. Это может быть опасно для здоровья, особенно если у вас были травмы. Вполне достаточно пешей ходьбы. Однако продолжаться она должна не менее 30-40 минут. Не менее важно соблюдать правильный режим питания. Не за один прием пищи съедать все, что было на столе, а дробное питание. То есть, по чуть-чуть, каждые 2-3 часа мы кушаем питьевой режим. То есть, не меньше 70 миллилитров на 1 килограмм веса. Это касается как мужчин, так и женщин. Перед едой мы обязательно пьем, только не пьем после еды. Но 2-3 литра в день статистика показывает, что это только на пользу. Экстренно похудеть без вреда для здоровья поможет и пампинг-тренировка, в которой упражнения следует выполнять с большим количеством повторений. Заниматься можно и дома. Все, что вам понадобится, это большой упругий мяч. Мы берем фитбол, упираемся в стену. Мы должны облокотиться поясницей на мяч, прижать его крепко. Ноги на ширине плеч, пятки не отрываем. С прямой спинкой начинаем опускаться вдоль стены. У нас бицепс бедра, ножки должны оказаться в параллели с полом. Делаем такое упражнение в количестве 20 повторений. 20 раз. Ножки до конца наверху не выпрямляем. То есть у нас должна получиться своеобразная пружинка. Такая динамичная пружинка поможет убрать лишние сантиметры в бедрах, потянуть их и сделать красивыми. Еще одно упражнение, которое поможет откорректировать фигуру, называется стульчик. Мы держим такое положение 30 секунд, желательно минуту. И чувствуем, как напрягаются еще больше наши ноги. Мяч нужно чуть-чуть повыше. Сразу дрожь в ногах появляется. Да. Вот таких должно быть 4 подхода. Проработать мышцы спины и ягодиц поможет упражнение гиперэкстензия. Нужно лечь животом на мяч и держаться руками за опору. Задача – отрывать от пола ноги и задерживать их в воздухе. Подняли, выдох сделали. Подняли. Мы делаем выдох там, где нам тяжело. И не сомневайтесь, округлые ягодицы – это не столько удачные гены, сколько результат упорных тренировок. А вот сделать осинную талию и плоский животик поможет суперсет на пресс. То есть комбинация упражнений для мышц живота и поясницы. Мы ложимся, располагаемся на локте, ладони в пол. Поднимаем ножки, носочки на себя и делаем ножницы прямыми ногами 20 раз. Как мы считаем? Раз, два, три, четыре, пять. Не забываем дышать. Одно из самых эффективных упражнений для прокачки пресса – планка. Кроме того, она хорошо помогает похудеть. Будут задействованы все группы мышц. Попу нельзя отклячивать. Наше тело должно быть параллельно полу. Ладонь должна быть перпендикулярно плечу. Мы встаем на вытянутые руки. Вытягиваем ножки ровные. Из тела прямая линия. И делаем касание плеча по диагонали. И таких 30 повторений. Корпусом можно заводить. Важный момент. Если вы долго не занимались спортом, например, полгода или год, а 1 января решили начать жизнь с нуля и привести себя в порядок, то тренировка должна сопровождаться небольшим количеством подходов. Рекомендуется начать с двух-трех циклов с отдыхом не менее одной минуты. Иначе на следующее утро просто не сможете встать с кровати. Дарья Галакова, Александр Попов, ТВ Реутов.